Как, я думаю, вы поняли из наших постов и объявлений, он планирует быть очень активным, много фестивалей, много проектов и очень важна роль наших экспертных советов, которые у нас появились в 2020 году, уже четвертый год у нас экспертные советы. Я думаю, их ответственность и роль из года в год только увеличивается. Я думаю, экспертный совет этого года тоже будет очень активный и очень эффективный. Я думаю, что о том, для чего создан экспертный совет и каковы его функции, я попрошу еще раз напомнить тайну Каунис, нашего исполнительного директора. Ну а сейчас, для того, чтобы легализовать тот состав, который у нас есть, как объявила Анна, что прошли выборы. По итогам выборов мы избрали, точнее, вы избрали, все вместе мы избрали исполком гильдии, в которые вошли Михаил Ананов и Ирина Сапир и Андрей Гранзинский. По большинству голосов номинирован на председателя Михаила Ананов. И так как сейчас у нас встреча членов экспертного совета, то есть те люди, которые были избраны и те люди, которые посчитали нужным прийти на заседание экспертного совета, потому что экспертный совет состоит из всех, кто при регистрации гильдии, как вы помните, у нас есть анкета, и каждый вставляет то, в каком экспертном совете хотел бы быть. В экспертном совете по УПАИЗе заявили желание быть более 400 человек. Понятно, что кто-то активный, кто-то пассивный, кто-то не может. Ну вот мы сейчас видим, здесь у нас присутствует 11 человек, которым это интересно, три из которых являются члены непосредственно исполкома. Значит, так понимаю, что все три члена исполкома сейчас присутствуют у нас здесь на встрече. И это здорово. Поэтому давайте так у нас, Анна же идет запись этого эфира, насколько я понимаю. Прошу всех проголосовать. Есть такая функция поднять руку за утверждение Михаила Ананова председателями, членами исполкового Ирины Сапир и Андрея Градинского. У нас сейчас вот такое учредительное собрание экспертного совета. Я хочу, чтобы все мы проголосовали и подтвердили. Вот я вижу, пожалуйста, раз, два. Это я за Миша Ананова проголосовала, а не за себя. Мы сейчас говорим за утверждение исполкового в том составе, в котором просто было общее голосование, в котором приняло участие более 200 человек. Сейчас у нас уже заседание непосредственно экспертного совета, где мы подтверждаем полномочия нашего исполкового. Мы просто понимаем, что мы имеем дело с избранным на ваших глазах подтвержденным экспертным советом. Я вижу, что большинство людей проголосовало. Если кто-то еще не проголосовал, пожалуйста, поднимите свои ручки. Еще раз, как я говорю, у нас ведется запись, поэтому можно будет посмотреть потом. Окей, утверждаем исполком экспертного совета по поэзии. И я бы хотел сейчас дать слово исполнительному директору. Давайте после всем помахать по машине. И тайно Аккаунтус немножко расскажет о функциях, целях и задачах экспертного совета. И потом мы уже перейдем к заслушиванию плана экспертного совета, который Михаил Ананов подготовил. Чем планирует заниматься экспертный совет. И каждый из нас высказит свои точки зрения, мнения, замечания, комментарии, возражения, если это таковые будет. И в течение часа, я думаю, мы эффективно проведем время. Тайна, пожалуйста, вам слово. Да, большое спасибо, Марат Иснаилович. Рада приветствовать всех, кто сегодня находится на встрече. Все уже такие родные, знакомые, со всеми много чего было. Приезжали на фестивали, кого-то еще не видели лично, но очень любим и ждем на всех наших мероприятиях. Если говорить очень коротко, зачем создавались экспертные советы? В принципе, функций основных было три. Первое – это экспертиза, что исследует из названия. То есть, когда возникают какие-то вопросы, например, если кто-то обращается за подтверждением ценностей своих произведений, или, например, нужен экспертный отбор произведений для наших сборников, что с успехом проделывал экспертный совет по поэзии для Альманаха Voices of Friends при подборе классиков. Либо, если возникают какие-то спорные вопросы по конкурсным работам, которые у нас есть, и члены экспертного совета, по идее, становятся членами жюри конкурса. Мы каждый год меняем состав членов жюри, чтобы избежать, скажем так, привыкания, подслуживания, чтобы никто не знал, кто у нас в этом году члены жюри. И, хотя вот сейчас состав членов жюри открыт, но экспертные советы были основными такими, скажем так, органами, которые предоставляли члены жюри. То есть, первое, это экспертиза в разных направлениях. Второе, это помощь и поддержка для членов гильдии при их профессиональном развитии по выбранным ими направлении. Например, когда приходит начинающий поэт, причем начинающий поэт, он может быть как в 15 лет, так и в 45, так и в 85, в зависимости от того, когда человек открыл себе желание и возможность писать. И в этот момент очень важно экспертному совету, и у нас действительно проходят постоянные экспертные встречи, где люди знакомятся, делятся своим творчеством. Это находить людей, которым нужна такая поддержка, сопровождение, и, соответственно, с ними проводить какие-то совместные активности. У нас на самом деле очень позитивные результаты каждый год появляются, когда члены экспертного совета внутри себя делают какие-то совместные проекты. Я помню, был баттл переводчиков, переводили стихи, много чего было, да, то есть выросла целая сеть проектов, которая появилась именно вот из такого взаимодействия, сопровождения, когда люди друг друга вычитывали, давали обратную связь и, соответственно, помогали максимально профессиональному росту. То есть экспертный совет, он внутри гильдии выполняет плюс-минус те же функции, что и союз писателей, например, да, это профессиональная оценка и это, ну, скажем так, такая образовательная функция. И третья функция, с которой создавались экспертные советы, это организационная. Мы проводим ежегодно как минимум шесть крупных мероприятий, не считая встреч гильдий, не считая какой-то текущей работы, например, по конкурсам. И мы, так, нас три с половиной человека на 73 страны, мы не всегда успеваем оказаться во всех местах сразу. И экспертные советы, по идее, замышлялись как организационная структура, которая нам будет помогать в реализации наших проектов. То есть если мы, например, говорим про сборники, то за, например, отбор произведений, за оценку произведений, кстати, советы с этим справлялись вполне успешно, для Альманаха они, для Воси Софрендс проводили внутренние конкурсы по отбору людей, которые достойны были на специальных условиях эти сборники в IT. То есть не мы этим занимаемся как сполком, а именно экспертный совет в рамках своей функции как раз занимался организационной работой. Мы очень надеемся, что экспертные советы смогут и в рамках наших фестивалей помогать нам с организационными вещами. Понятно, что есть, например, если брать глобально, то у нас есть такие прекрасные люди, как амбассадоры и хранители, которые выполняют эту функцию масштабно, и в тех странах, в которых они присутствуют, и в тех странах, в которые они направляются. Но вот экспертные советы, они более специфичны, наверное, по своему роду деятельности именно. И было бы здорово, если бы мы могли более плотно организовывать какие-то мероприятия. Одним из самых, наверное, позитивных, вот здесь экспертный совет благодаря Михаилу Ананову лидирует по проведению зон-встреч. Одним из таких организационных моментов было проведение экспертных зон-встреч, чтобы у нас каждый хотя бы квартал, но на самом деле экспертный совет по поэзии делает это каждый месяц, и это здорово, проходили именно экспертные встречи, где люди делились своим творчеством, обсуждали какие-то общие мысли, да, и имели возможность внутри себя коллаборироваться. То есть этим занимаемся не мы. Моя задача, например, на Зуме просто запустить Зум, да, то есть я такой технический администратор. Все, что касается сценария, все, что касается выбора спикеров, да, мы там еще делаем небольшое приглашение, но, по сути, приглашение на экспертный Зум, оно ложится на плечи экспертного совета, потому что это, в принципе, больше ваша аудитория, вы лучше знаете этих людей каждый раз. Мы стараемся, конечно, тоже размещать информацию, но нужно понимать, что ресурсов в Гильдии не хватает на то, чтобы на каждую Зум-встречу сидеть и с утра до вечера кого-то приглашать. Поэтому здесь мы тоже благодарны экспертным советам за то, что вы приглашаете людей на встречи, и встречи проходят достаточно регулярно, и мы каждый раз рады всех видеть. Ну, то есть, если брать глобально, то три таких функции – это экспертиза, это организационная функция, и это функция поддержки и сопровождения более, скажем так, более начинающих коллег, чем вы. В принципе, на этом, наверное, глобально все. Я вернусь к фончик Марату Исмаиловичу, если вдруг я о чем-то забыла или что-то не сказала, он сможет добавить. Спасибо большое, Тайна, очень рад вас видеть тоже. Ну, я бы хотел сейчас продолжить с того, чтобы каждый из членов исполкома представился, чтобы люди понимали, кто у нас члены исполкома экспертного совета по поэзии Евразийской творческой гильдии. Начнем с председателя. Михаил, пожалуйста, вам слово, буквально три минуты расскажите о себе. Я думаю, что вас и так 90% знает, но все равно, я думаю, что лишней это не будет. Добрый день, мои дорогие, да, рад всех вас приветствовать. Год начался, дай бог, чтобы он прошел успешно, плодотворно, в активе на высокой ноте и, конечно же, на творческой волне, волне лазурной. Ну, меня знаете, я поэт, переводчик поэзии, прозаик, драматург, литературовед, журналист, публицист, создатель песен, мелодекламации. Люблю за ним быть в сотворчестве с нашими членами нашей гильдии, в частности, с Агин Беркиналиевой и, конечно же, Ириной Сапир, которая тут присутствует. Немало мелодекламации было вместе с ней в сотворчестве, а одну и вовсе посчастливилось создать вместе с ней, когда она приехала в Тбилиси. С Анатолием Лобовым также были мы в сотворчестве не раз. И, в общем, вот это отрадный фактор. Ну что, я, если позволить, у меня три минуты просто на представление или представить план работы, чтобы пока, чтобы я знал бы. Нет, это пока, чтобы вы рассказали о себе, потому что я хочу, чтобы все представились, наши члены исполкома. Ну, я, да, занимаюсь активно и в плане поэзии, перевожу песни, песни также с разных языков, как с грузинского, армянского, английского, да, ну и бывает что из других. Но пока в основном вот занимаюсь переводами и переводные песни также издаются, можно их увидеть в Ютьюбе. Думаю, конечно же, о проектах. Также я являюсь одним из основателей нашего литературного театра «Арион». Там не раз мы ставили пьесы и мои, и с моим участием в главной роли. И вот сейчас тоже идет постановка моей пьесы. И в апреле месяце, надеюсь, мы ее увидим уже на сцене или Грибоедовского театра, или Тюза. Посмотрим, в общем, как сложится. Ну, о себе, конечно, можно много чего говорить. Ну, фактически, ну, в принципе, вот. И все, что и многие меня тут знают, и, конечно же, уже просто, я думаю, можно этим и ограничиться. А уже потом, впоследствии, когда будем обсуждать план, уже можно будет и представить более широко, конечно, эту тему расширить. Благодарю за внимание. Пока. Спасибо большое, Михаил. Михаил у нас представляет Грузию. У нас здесь, если вы обратили внимание, сейчас очень интернациональный состав. Даже вот мы видим 11 человек. И это и Казахстан, и Израиль, и Узбекистан, и Грузия. Кого здесь я еще вижу? Россию вижу, Польшу вижу, ну, Великобритания. Так что очень здорово, что у нас столько людей. Я, да, чуть-чуть не забыл, главное, что в гильдии я с 2019 года, и как раз председателем экспертного совета являюсь 2020-го, по занятости на некоторое время, на несколько месяцев, да, отошел, как бы, как говорится, в тень. Я помню, да, в 2023 году, но вот сейчас снова, как говорится, в составе председателя экспертного совета по поэзии. Как говорится, желаю всем, как говорится, творческих успехов в этом году и плодотворного сотрудничества. Благодарю вас. Спасибо большое, Михаил. Хочу дать слово Ирине Сапир, чтобы она тоже представила себя, как вот впервые, я так понимаю, избранный член исполкома экспертного совета по поэзии. Спасибо, Марат. Нет, не впервые, второй раз уже, вторая волна, в прошлом году тоже была. Я, ну, пишу стихи, да, ничего нового я здесь этим не скажу, поэтому я здесь. Но не только стихи, я пишу также и прозаические зарисовки, пишу с тех пор, сколько себя помню. И думаю, что где-то еще на уровне школьной скамьи я поняла, что это будет, наверное, моей основной деятельностью. Ну, почти основной, потому что зарабатывать этим у нас у всех не очень получается, но, по крайней мере, по душе основной. Я активно участвую в поэтической и вообще творческой жизни русскоязычного населения Израиля. Я вхожу в правление Израильского Союза писателей русскоязычных. А вот уже несколько лет являюсь частью этой группы благодаря Вике Левиной, которую тоже, наверное, многие знают. И Мише Ананову. Мы подружились творчески, и эта дружба длится, и даже получилось уже точно познакомиться. Я недавно была в Грузии, и у нас получилось, как Миша сказал, записать несколько общих проектов. Ребята, я очень рада, что я здесь. И тот факт, что Марат озвучил, что у нас очень интернациональная подборка, я думаю, это очень символически. Потому что это значит, что мы созидаем и мы доказываем, что неважно, в какой стране живёт человек, на каком языке он говорит, в какой национальности он находится. Мы говорим на языке поэзии и прозы. Это самый лучший язык, потому что он объединяет. А в нашей современной жизни это так ценно. Потому что какой-то противовет должен быть всему тому, что разъединяет. И это так здорово, что мы все из разных стран, и нам всем комфортно вместе. Я думаю, что это одно из самых важных вещей, которые мы держим этим островком. Ну вот это обо мне. Живой в Израиле, родилась в Одессе. В Израиле живу очень много лет. Не знаю, кем я себя больше считаю, деситкой или украинкой. Наверное, где-то между. Всё? Спасибо большое, Ирина. Очень рад вас видеть. И хочу предоставить слово Андрею Градзинскому из Ташкента, из Ташкента, который стал лауреатом нашего конкурса «Голоса друзей», заняв первое место в категории поэзии в Бурабае в прошлом году. И в этом году, соответственно, был избран тоже в состав исполкома Экспертного совета по поэзии. Андрей, если можно, чтобы вы тоже несколько слов о себе. Да, здравствуйте. Меня слышно? Меня видно? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно со всеми познакомиться, с кем не знаком. Меня зовут Андрей Градзинский. Я поэт-писатель из Узбекистана. По образованию я нефтегазовый инженер. Ну, уже где-то больше года я отошел от этого, от этой индустрии пока что. Вот. И занимаюсь больше творчеством. Надеюсь, что в будущем смогу назвать себя литературоведом, потому что сейчас я изучаю, конечно же, произведения, авторов, которые мне интересны для тех или иных целей, но назвать себя знатоком литературы, конечно же, нет. Спасибо большое, Марат Исмаилычу, за представление. В 21-м году моя повесть выиграла гран-при конкурса «Открытая Евразия». И затем в прошлом году я входил в жюри по прозе и иногда по малой прозе. Вот. В прошлом году получилось так, что подборка моих стихотворений заняла первое место. И, собственно, меня избрали в исполком экспертного совета по поэзии. Мне будет интересно поработать, поближе познакомиться с другими представителями экспертного совета, помочь каким-то образом гильдии и, надеюсь, привнести что-то новое. Но самое главное – принести пользу. Спасибо. Спасибо, спасибо большое, Андрей. Также очень приятно, что у нас сегодня на встрече находится наш хранитель гильдии, Салтанат Маленковна Хамзеева, которая очень много работы провела по подготовке у нас спецвыпуска журнала гильдии, который выйдет у нас, надеюсь, в ближайшее время. Если Салтанат Маленковна тоже хочет что-то добавить, то буду рад представиться, может, что захочешь сказать. Добрый день. Я тоже рада видеть вас всех, приветствовать. Ну, что о себе, чтобы вы знали, те, кто не знают. В общем, большая, яркая жизнь была, за что я благодарна судьбе. Закончила я Тамбовский государственный педагогический институт. Закрытые специальности в то время присваивали, лингвист-переводчик. А в Бэтусе, получилось, за 40 лет этих работала все время редактором художественных текстов. Если нужна будет моя помощь, я всегда готова во имя гильдии, как говорится, помочь всем и организационно, и как редактор. Ну, недавно начала публиковать то, что сама пишу. Вроде бы так немножко получается. Теперь я понимаю вас, тех, кто на той стороне баррикады, как говорится. Мне на этой стороне как редактору было удобно, а теперь я тоже пишу. Ну, посмотрим, и стихи, и прозы есть. Посмотрим, под какой обстрел вашей экспертизы. Я попаду как молодой поэт или молодой писатель. Ну, вот и все, в принципе. Если будете в Казахстане какие-то вопросы, Ради Бога, пожалуйста, да, вот, и сколько многие людей знают, что можно, у нас команда сильная, и Лена Безрукова, и другие ребята все всегда могут помочь. Всегда будем рады встретить чисто по-человечески. Спасибо, Алтана Маликовна. Обязательно, почему я еще представился, у вас много идей по проектам, связанных с Казахстаном, и вот еще для других экспертных советов будем обсуждать это обязательно, поэтому присоединяйтесь на все наши Zoom-встречи, будем очень вам рады. Ну, и всегда большое удовольствие видеть Полину Лахтину, тоже нашего хранителя гильдии, которая уже много лет с гильдией, можно сказать, одна из первых, и один из первых хранителей гильдии. И, Полин, если вы хотите тоже несколько слов сказать, то тоже буду рад. Большое спасибо, Марат Исмаилович. Я правда очень люблю гильдию, это моя семья, я за столько лет уже привыкла, и, конечно, бывают времена, когда не всегда получается, но я делаю все по силе, по мере своих возможностей, и могу сказать, что очень рада вновь видеть всех, и видеть, что наша дружная интернациональная семья растет, растет наше дело, оно крепнет, оно объединяет нас всех в эти трудные времена, и буду рада помочь всем, чем смогу, потому что в этот раз я в экспертном совете по переводам, но литература — это моя жизнь, это моя душа, я получила вот в прошлом году литературное, профессиональное литературное образование, красный диплом, так что буду рада помочь, чем смогу, всех люблю, всех обнимаю, всех рада видеть, и желаю только расти, процветать и здравствовать, друзья мои. Будем работать, будем стремиться, будем расти. Спасибо большое. Спасибо большое, Полина, очень любим наши хранители, потому что хранители — это особая когорта членов гильдии, их буквально у нас 12 человек, которые решили посвятить свою жизнь, это пожизненная членство гильдии, это наши члены, можно сказать, палаты лордов, если сравнивать, мы очень ценим, потому что так же, как и я, считаю, что для меня гильдия — это моя жизнь, и для членов исполкома гильдии, я думаю, так, и то, что мы не одни, а у нас еще есть 12 таких наших ангелов, это очень большое подспорье. Вместе с экспертными советами, нашими амбассадорами, гильдия уже вступила в свой девятый год жизни, и мы становимся больше, лучше, с более интересными проектами, и, дай бог, нам еще много других проектов. Ну, а сейчас я хочу снова вернуть слово председателю экспертного совета, Михаилу Ананову, чтобы он поделился своим видением, что он вместе с своими коллегами хочет предложить в качестве проектов экспертного совета, а потом я уже от исполкома гильдии добавлю те идеи, которые у нас есть, возможно, мы где-то совпадем, поэтому я хочу Михаила послушать, а где-то я, может быть, что-то новое предложу или вспомним, хорошо забытое, старое, но важно послушать сначала наш исполком и председателя. Поэтому, Михаил, вам слово. Благодарю, Марат. Конечно же, да, план работы в чем-то, и какие-то моменты будут совпадать, конечно же, какие-то что-то появится новое, мы еще обсудим какие-то коррективы, главное подумать о том, самое главное сделать все, чтобы мы чем больше будем привлекать на наше собрание, заседание, тем, конечно же, будет лучше. Но неизменно это одно, вот как и раньше было, когда я проводил это проведение тематики в месяц, две встречи, проведение одной тематической конференции, встреч с интересными людьми. На тематической конференции мы раскрываем те или иные интересные аспекты, связанные с моментами в искусстве, в частности, литературой и, конечно же, поэзией. Вот намечаются, у нас было немало подобного рода встреч, конечно же, где мы говорили о золотом сечении и о поэзии серебряного века, его представителя, века золотого западноевропейских поэтов, о русском романсе и много чего всякого интересного. А также вторая встреча с интересными людьми, где наш человек, гильдиец, может рассказать о себе, представить свое творчество в нужном, как говорится, цвете, чтобы всех нас заинтересовать, заинтриговать. И нам бы, конечно бы, возникло бы желание также продолжать встречи, еще раз встретиться с ними и с другими членами нашего, не только экспертного совета, но и нашей гильдии, те, которые могут представить свое творчество, в частности, в особенности поэтическое. Естественно, это поддержка проекта в Евразийской творческой гильдии по всем направлениям, связанной в первую очередь с деятельностью экспертного совета по поэзии. Участие в альманахах голоса друзей и нить с привлечением остальных членов нашей гильдии. Подготовка также к конкурсам для участия, как очном, так и заочном, в очередном фестивале, проводимом Евразийской творческой гильдии. Поэтому, конечно же, необходимо непосредственно участие самих конкурсов, как в качестве конкурсантов, так и членов жюри. Предлагаю также, как и в тот раз, по непонятным причинам не очень удалось, но предлагаю организацию конкурса. Скажем, два конкурса в год было бы неплохо. Это, скажем, начать с 1 марта по 1 мая, конкурс, скажем, для проведения их под эгидой экспертного совета поэзии Евразийской творческой гильдии. Первый конкурс может быть по теме «Поющий орфей» под заголовок «Стихи к музыке для музыки и о музыке». А это может быть также и готовый текст песни. А второй конкурс по теме уже актуальной «Молитва за мир» под заголовок «Нед войном и агрессии между народами». Принимаются любые посвящения, способствующие укреплению дружбы между странами и препятствующие всякому роду военных действий. Песни и мелодекламации также приветствуются. Ну, можно вообще-то это не второй конкурс сделать, а сделать это первый конкурс, потому что он как-то более актуальный. И вот его именно провести с 1 марта по 1 мая, а второй конкурс уже «Поющий орфей» с 1 августа по 1 октября. Я думаю, что этот конкурс «Молитва за мир» привлечет многих наших гильдийцев и сделает актуальным сам... И сделает актуальным уже и желание проводить, уже больше привлечет людей для того, чтобы провести второй конкурс «Поющий орфей». Вот, думаю, такой распорядок был бы неплох. Ну, конечно же, сотрудничество с другими экспертными советами евроизводической творческой глины, в частности, по переводу и живописи. Уже такой опыт у нас был. Мы активно сотрудничали 3 года, по крайней мере, под моим председательством, с экспертным советом по переводу. Много было проведено встреч, конечно же, онлайн-конференции. Так что это очень желательно, потому что поэзии, поэтические переводы, они фактически неотделимы. Ну, а живопись можно уже и подключиться тоже к экспертному совету, потому что, сами понимаем мы, что, ну, поэзия не должна быть и с музыкой, поэзия не только нужно переводить, но она должна быть и с музыкой, и живописной. И все это, конечно же, будет способствовать только же развитию и учению положения вещей. И сотворчество членов экспертного совета между собой, создание песен, декламации театральных постановок, опыт тоже у нас уже тут есть. Я думаю, что можно развивать в этом плане эту линию. Было задумано создание видеороликов, 3-4 ролика в год, на заданную или выбранную самими авторами тему. И один такой видеоролик у нас был, я помню. Желательно, чтобы было бы еще добавить 2-3, помимо этого ролика. Если 3-4 ролика будет таких год, будет неплохо. Вот мы выступили лично, я, Ирина Сапир, Виктория Левин и Анатолий Лобов. Каждый в разных ипостасях выступил и показал фактор самого творчества, как он интересен не только в самом созидании, но и представлении его. Представление чисто в таком виде, как говорится, в виде сборника, в виде книги, режиссура сборника и, конечно же, представление самого автора, умение преподносить свое творчество. Это уже его артистичность, это его умение декламировать стихи, показывать, и это не только декламирование стихи. Мало ли, как он это представит себе в чем. Когда он выходит на сцену, он может не только включить музыку, под какую-то музыку читать, он может сделать какой-то антураж, он может выйти с кем-то. И, в общем, это все умение преподносить себя, это тоже есть фактор многогранности его творческого таланта. Так что вот здесь нам тоже необходимо будет подумать об этом. Приглашение на встречу с экспертным советом по поэзии известных личностей из сферы искусства, писателей, музыкантов, кинематографистов, театралов. Это тоже, конечно же, думаю, согласитесь со мной, если весьма известная личность, актер или музыкант с мировым именем, к примеру, окажется на нашей встрече, может, мы сумеем его заинтересовать. И что-то такое-то, как говорится, будет такое проявление, такого контакта, который может вывести нас на новый уровень, на новую ступень, виток, как говорится, развития. Ну и сейчас, я не знаю, как вот воспринимать, уже который раз я говорю, затрагиваю эту тему, ну гильдия, ну нужен гильдии, нужен гимн. Как-то законсервировали мы вот эту тему и возрождение конкурса гимна. Вот я опять-таки вот говорю, что к нему надо будет вернуться. И уже в феврале, может быть, даже собраться и обсудить. Я не знаю, что, потому что не у меня были материалы. Материалы все, которые я отостал, я думаю, что необходимо возродить. Тем паче, что если материалы у кого-то не хранятся, вот как-то вот к этой теме, я думаю, что все-таки мы должны отнестись серьезно весьма. Все-таки, как вот, я не знаю, вот, Марат, вы считаете, я думаю, что вот у гильдии тоже, если будет у гильдии гимн, это, по-моему, будет здорово. Вот сейчас пока вот так предварительно, вот что я хотел сказать, по-моему, этого и так достаточно для обсуждения. Вот эти все положения, которые я представил, мы можем сейчас их обсудить, с чем-то согласиться, может что-то совершить, какие-то перестановки или коррективы и добавить, конечно же, что-то новое. Я жду, благодарю за внимание и жду от членов экспертного совета и исполковок своих мнений, суждений по этому поводу. Спасибо большое, Михаил. Я предлагаю всем свои комментарии писать в общий чат, чтобы сейчас у нас не было здесь многоголосия. А я озвучу то, что у нас есть у исполкома гильдии и то, как мы можем интегрировать предложенные Михаилом по проекту в существующий план гильдии. Но как, я думаю, вы уже успели обратить внимание через наши посты в соцсетях, я рекомендую всем обязательно за ними следить. Это наш Инстаграм, это наш Фейсбук, который мы обновляем. Я, например, свой Инстаграм ежедневно, а Инстаграм гильдии там каждые несколько дней значит, у нас обновляется это на самый эффективный способ, это Фейсбук и Инстаграм, чтобы следить за нашими новостями. Мы утвердили в этом году уже даты и сроки трех наших фестивалей. Это фестиваль кино, который пройдет, называется пятый евразийский фестиваль, кинофестиваль, шестой, точнее, шестой евразийский кинофестиваль, который пройдет с 23 по 29 мая в Лондоне, в Ромфорде, на той же площадке, где и проходили пять наших предыдущих фестивалей. Также с 23 по 29 июня пройдет новый наш проект, это чемпионат мира по коучингу и искусству. Значит, он пройдет в Кыргызстане, высоко в горах, на высоте почти трех тысяч метров. Место называется Каркара, это на Исапуле, то есть выше Исапуле. Вот, и с 15 по 18 сентября пройдет уже традиционный четвертый фестиваль голоса друзей, это фестиваль поэзии и искусства в Казахстане, в Бурабае. Это не все наши проекты, которые будут в этом году, мы также будем проводить снова традиционно уже в девятый раз Евразийскую неделю культуры, мы будем проводить Харперши Прессу Ворд, но их даты мы объявим позже. Фестиваль открытой Евразии в этом году будет проводиться так же, как в прошлом году, совместно с голосами друзей в Бурабае. Так что вот, в принципе, три даты нам известны. И почему я их озвучиваю? Потому что то, что мы, то, что и озвучил и Михаил, и то, что предлагаем мы, мы хотим их сделать такими отчетными периодами, как раз-таки для конкурсов, для заседаний. Вот, к примеру, Михаил озвучил провести конкурс «Молитва за мир». Замечательно. Пусть он так и проходит, с марта по май, как было озвучено. А его презентацию, церемонию награждения, выступления и заседания провести в июне, с 23 по 29 июня, на нашем фестивале в Кыргызстане. И это было бы дополнительно. Потому что все наши фестивали, несмотря на то, что они там тематические, там кино, кочинг или там поэзия, на самом деле те, кто был на фестивалях, знают, что они открыты для всего. И на кинофестивале у нас есть и поэзия, и искусство, и даже кулинария, и ювелирка, и показы мод и так далее. У нас просто тематика обычно есть, узкая специализация, а вокруг него, значит, мы создаем целый такой мир Евразийской творческой гильдии. Поэтому вот я предлагаю этот конкурс молитвы за мир сделать его, я его поддерживаю, я считаю, он интеллектуальный, очень нужен. Нужно будет, соответственно, экспертному совету продумать условия, когда подавать, на каких условиях и так далее. Но финал награждения и какое-то публичное выступление сделают на нашем фестивале в Кыргызстане с 23 по 29 июня. И то же самое, поющий аркейн, на самом деле, мега актуальный конкурс. Давно о музыке, об интегрировании музыки, поэзии в музыку и включении этого деятельности гильдии. Мы говорим, в принципе, столько лет, сколько существует гильдия, но у нас ничего подобного не было. Но сделать такой первый конкурс именно стихии музыка и провести его финал. И также награждение, как именно конкурс от экспертного совета, можно сделать на фестивале в Бурабайске в Казахстане 15 по 18 сентября. Что мы готовы сделать от исполкома гильдии? Мы готовы на этих фестивалях предоставить бесплатно слоты, то есть без административного взноса, сделать слоты непосредственно на презентацию и награждение лауреатов конкурса. То есть конкурсы полностью будут проводиться экспертными советами, определяются условия, объявления, обработка. Исполком гильдии не сможет этим заниматься, потому что, как вы знаете, у нас есть свои конкурсы «Голоса друзей», открытые в РАЗе и так далее. Но экспертный совет уже имеет опыт приема таких заявок, проведения так называемых внутренних конкурсов от экспертных советов. Мы предоставляем площадку, прессу возможность это на фестивалях, которые мы организуем, уже сделать не просто виртуальный, просто люди подали онлайн жюри, рассмотрели, назвали победителей, выдали очередной онлайн-сертификат. Я в последнее время, если честно, прям мега против этого. Меня прям не постесняет слово «тошнит» от всего этого. Потому что я, когда захожу онлайн, и даже наши есть любимые члены гильдии, они уже превратились в коллекционеров. 365 дней, 365 онлайн-сертификатов из разных конкурсов. Ну, это настолько занижает стоимость всего этого, что прям вот у меня прям отрыжка от этого. Окей, пусть это будет, пусть людей повышает, здесь какой-то самого, нет проблем. Но я все-таки в гильдии, вот чем гильдия отличается от онлайн? Мы и вживую встречаемся, мы и реально общаемся с людьми, мы проводим живые фестивали, мы вручаем живые награды, мы издаем живые книги на нашем лауреатах. То есть это не только виртуальный мир. Потому что, да, интернет нам дал многое, и Zoom дал нам многое, но мы-то живые люди, из плота и крови, мы хотим иметь живые книги, живые встречи, живые награды. И я думаю, что вот это и сила гильдии, в отличие от сотен других организаций, которые есть онлайн. Пусть они будут, я не против них, но у нас есть своя особенность. Поэтому я предлагаю, что, да, эти конкурсы замечательны, полностью их поддерживаю, они очень актуальны. Михаил, большое вам спасибо. Поэтому вы как экспертный совет, пожалуйста, продумайте все условия награждения, значит, того, как это будет и что это будет. Значит, предложите все правила, и мы поможем вам их прорекламировать через ресурсы гильдии. У нас есть как Facebook, Instagram и так далее, WhatsApp. Мы их прорекламируем. Вы соберете все анкеты. Вы внутри экспертного совета определите жюри. Естественно, как вы помните, у нас по условиям членами жюри могут быть члены гильдии, значит, и можно привлекать экспертов извне, но не больше 30%, и их нужно согласовать, будь с нами, потому что все, что мы делаем, это вот очень важный момент, прошу всех учесть, это практически в уставе гильдии, что мы членская организация, и все, что мы делаем, мы делаем для членов гильдии. Гильдия – это товарищество. То есть наша задача помогать друг другу. Максимально. И вот эти все конкурсы, мероприятия – это тоже для поддержки членов гильдии. Поэтому условия, что принимать участие в конкурсах могут только члены гильдии. Сразу хочу договориться. Вы это знаете, на самом деле у нас это было всегда, ничего не менялось. Но еще раз хочу это проговорить, что участие в наших конкурсах могут принимать только члены гильдии. Жюри. Мы говорили еще, помните, и Михаил, говорил на других, что мы можем привлекать людей со стороны, не членов гильдии, но не больше 30%. Это касается и почетных спикеров на Zoom-конферентах, это касается и открытых микрофонов, это касается членов жюри, что да, действительно, если есть кто-то, действительно, какой-то авторитет, и по каким-то причинам он не может или не хочет быть в составе гильдии, мы не против, мы открытая организация, но не больше 30%, потому что мы против, чтобы членов гильдии судили полностью не членов гильдии, либо они доминировали. Тогда будет интересно не гильдии учиться, а кого-то другого. То есть, если у нас, например, три члена жюри, тогда два должны быть членами гильдии, если они имеют права принимать сами участие в конкурсе, один со стороны. Соответственно, если их там шесть человек, то два могут быть не членов гильдии, какие-то эксперты, какие-то авторитеты, но четыре должны быть членами гильдии. Просто я сразу говорю, чтобы потом не было. Моя задача, как основателя гильдии и руководителя исполкома гильдии, следить за интересами гильдии. Поэтому продумайте условия. Здесь мы даем полностью свободу вам. То есть вы жюри, вы принимающий орган, вы выбираете, вы предлагаете, вы проводите этот конкурс, а мы рекламируем, и мы даем потом на наших фестивалях слот, один час, где могут выступать, где мы будем награждать те, кто захочет и сможет приехать на эти фестивали. Самое главное, чтобы все-таки кто-то из полкома, экспертного совета, смог приехать и провести этот слот. Просто мы технически не сможем, потому что это все-таки вам нужно подумать. Либо мы, может, не будем этого делать. Но я считаю, что живое мероприятие нужно. Я считаю, либо Ирина Сапир, либо Михаил, либо Андрей Градзинский, либо можно, кстати, можно тоже такую идею придумать, расширить из полком. Тоже мы такую вам возможность даем. Если вы выйдете с инициативы, а давайте сделаем из полком больше, не три, а четыре или пять человек, предложите, предложите кандидатов, мы проведем собрание, можем увеличить. Да, у нас три это по уставу, но нигде не написано в уставе, что вы не можете предложить расширить. Вы предложите, а мы потом посовещаемся и решим. Для чего я это предлагаю? Чтобы все-таки уйти от 100% виртуального. Чтобы хотя бы раз в год или два раза в год из полкома экспертных советов проводили что-то вживую. Значит, и пока в этом году я предлагаю два вот этих мероприятия. Это фестиваль в Казахстане и фестиваль в Кыргызстане. Они подходят к тому, что это 100% виртуальный может приехать, потому что и в Казахстан, и в Узбекистан граждане 120 стран могут приезжать без визы, самолеты летают отовсюду, санкций никаких нету, и по ценам абсолютно доступно. В идеале, конечно, было бы, чтобы весь исполком приехал, но мы понимаем, что по многим причинам это может оказаться невозможно. Если будет хотя бы один представитель исполкома и проведет это мероприятие, и даже если он один просто даже презентует всех участников и выступит, а все наши гости фестиваля послушают, они больше узнают о том, что вообще экспертный совет существует, и экспертный совет что-то делает. Понимаете? Я еще тоже рассматриваю это с точки зрения рекламы экспертного совета, чтобы люди все-таки узнали, что это не только виртуальная организация. По крайней мере, это моя идея. Вы подумайте и скажете потом свое мнение. Можете подсозриться. Я озвучу как в ответ на ваше предложение наше предложение, чтобы мы как-то скоординировались. И что касается поющей артеи, то там даже можно, чтобы люди спели сразу эти песни. Вот к этому фестивалю и можно поющий артеи и включить под конкурс, вернуть то, что Михаил говорит о гимне гильдии. На самом деле есть пять или шесть вариантов гимнов. И, например, один даже исполняется в Казахстане уже даже на некоторых встречах, как минимум трижды исполнялся в Казахстане версии Диляры Линцей, но утвержденного, отобранного его не существует, чтобы он был принят в гильдии общий такой. Есть, скажем так, несколько версий, которые я слышал. Но мы не против. Я согласен, что пришло время уже его утвердить. И, наверное, самый лучший момент это сделать прям финалистов и живое голосование и утверждение на фестивале в Бурабае. Потому что в прошлом году фестиваль в Бурабае собрал 60 человек. В этом году мы рассчитываем не меньше 100 человек, что приедут. У нас даже есть первые люди, которые зарегистрировались, которые даже оплатили свое участие на сентябрь этого года. Поэтому я считаю, это был бы самый идеальный такой вариант прям исполнить, скажем, три версии гимна и проголосовать за один. Или даже две версии. Или, может, больше. Две версии гимна будет. Поэтому вот моя идея совместить онлайн-конкурсы с живыми мероприятиями в Казахстане и в Кыргызстане. Это номер один. И я полностью, сто процентов поддерживаю идеи исполкома, экспертного советов, которые озвучил Михаил о проведении вот этих двух конкурсов, включением конкурса гимна в поющий орфей. Потому что, в принципе, это то же самое. Просто это специфика именно под гильдию. Тем более он уже даже проводился, есть какие-то наработки. Также Михаил озвучил сотрудничество с другими экспертными советами. И у нас есть предложение, уже ведется работа. Вот, может быть, мы проведем потом общее собрание. Это о переводах поэзии на разные языки. Вот Людмила Дубковецкая обращалась ко мне недавно, из Молдовы тоже у нас замечательный амбассадор, член гильдии, член экспертных советов, о переводе ее стихотворения были переведены уже на 5-6 языков мира. И она предлагала, почему бы не сделать какую-то WhatsApp-группу или где-то предлагать переводы поэзии. Замечательная идея. Я думаю, что это все равно было бы хорошо пустить через экспертный совет, чтобы люди сначала обращались в экспертный совет по поэзии. А экспертный совет по поэзии уже бы выносил бы это на другой экспертный совет, чтобы те находили переводчиков и переводили. Мы, конечно, не против личных идей. Пожалуйста, Facebook у человека личного может все, что угодно делать там. Но если мы говорим через гильдию, она обратилась ко мне, а я не считаю, что это я должен делать. Я считаю, что я должен перерисовать его к вам. Вы должны посмотреть, если сказать, да, давайте мы сделаем какой-то общий пул или какое-то общее предложение и сделаем, чтобы это не было произвело только одного человека, потому что таких желающих много. У нас это делала и Мария Мучинская из Белоруссии делали, и Сагвинбергеналиева очень много делала, и другие. То есть вы это уже делали, это уже была ваша работа. Почему бы ее не продолжить, чтобы вот так вот партнер с другим экспертным советом, чтобы все-таки через вас это проходило. Михаил, что вы думаете по этому поводу? Да, конечно же, конечно же, я согласен. Я даже когда вот говорил о поющем Орфеи, у меня тоже возникла такая мысль, что фактически конкурс гимнов можно было бы действительно туда как бы включить. Может быть, даже его и сделать. Я даже вот так даже думал. Может быть, его фактически сделать. Кто-то еще, может быть, добавить работы, а также включить туда те работы, которые мы как раз. Может быть, его и назвать. Вот есть такая тоже идея. Где-то у меня была, потому что конкурс поющий Орфей еще тогда я планировал провести, но по вполне понятным причинам не все всегда удается. А вот сейчас действительно можно было бы. И это было бы неплохо. Но только вот как вы смотрите на этот фактор, что, допустим, поющий Орфей назвать вот как бы или конкурс гимнов, как бы конкурсом гимнов. Не то, что под заголовок сделать, а вот уже когда есть. Было бы сейчас проще, по-моему, так бы, не правда ли? Чем вот столько нагромождений, как бы и конкурс поющий Орфей. А именно поющий Орфей, то есть предполагается конкурс под заголовок гимна для Евразийской творческой гильдии. Я вот так думаю. Просто нужно будет подумать о сроках, то есть не с 1 августа по 1 октября. Вот тут с 1 марта по 1 мая мы удается, потому что если 23 июня, как вы говорите, будет на Иссык-Куль, это нормально как раз. Все садится. Можно даже не обязательно два месяца, а, скажем, сделать с 15 июля там до 15 сентября или как-то до, да, ну где-то может даже до 10 сентября, скажем, вот так где-то сделать. Так, чтобы успели бы ко второй половине сентября. Что я согласен. Потому что даже до 1 сентября, чтобы у вас было две недели, то есть я думаю, что без проблем, может с 15 июля по 1 сентября сделать. А как вы смотрите на то, чтобы вот именно поющий орфей оставить конкурсом гимна под заголовок был бы, чтобы вот его бы это. По-моему, было бы так, нормально. Как раз именно поющий орфей конкурс и пускай будет конкурс. Куда будут включены уже те работы, которые у нас есть, плюс те работы, которые еще пришлют на конкурс. Замечательно. Я проблем не вижу. Здесь вам нужно внутри экспертного совета исполкома обсудить. Присылайте это нам в виде, вот ну, как обычно, в виде документа и мейла. Но я, как руководитель исполкома гильдии, проблем не вижу абсолютно. Да, ну вот тогда, вот так мы и как раз это уже потом уже впоследствии обсудим. Тогда так и оставим мы это, что конкурс поющий орфей, это будет, а в остальном, да, конечно, все хорошо, все, что вы сказали, все хорошо садится, все это, все нормально. Замечательно. Я бы хотел дать слово Тайни Каунис, у него был комментарий. Тайна, пожалуйста. Да, еще раз добрый день. Смотрите, по поводу конкурсов. Дело в том, что Михаил, так как он исторически уже, скажем так, через многое прошел в экспертном совете по поэзии, это не первый раз, когда он организует конкурсы, и есть коллеги, которые также уже проходили через этот, скажем так, процесс, для тех, кто сейчас является представителем сразу нескольких экспертных советов и, возможно, сейчас присматривает себе какие-то идеи для плана, и вы тоже думаете насчет конкурса. Конкурсы, это здорово, и понятно, что, например, вы их полностью организуете, солнышко, посмотри, пожалуйста, и единственный нюанс, мы, как гидия, мы не можем предоставить гранты, то есть в наших конкурсах мы предоставляем гранты, мы даем какие-то призы, которые предполагают финансовую нагрузку на нас. Исторически те, кто уже проходил через систему конкурсов экспертных советов, знают, что у нас нет финансовых призов для победителей конкурсов от экспертных советов. Чаще всего речь идет о предоставлении пространства для публикаций. У нас есть, например, в рамках поэзии у нас есть альманах Voices of Friends, где мы, в принципе, можем предоставить опять же по разумным каким-то объемам. Здесь уже больше вопрос к исполкому экспертного советов по поэзии. Как вы видите идеальное количество призов, то есть сколько это должно быть страниц, слов, стихотворений, то есть вам нужно подготовить предложение, как вы видите приз. Мы можем разместить работы победителей в альманахе Voices of Friends, то есть с этим нет проблем. Мы не можем издать отдельную поэтическую книжку. Я надеюсь, что мы понимаем сейчас, что речь идет о ресурсах, которых всегда немножко не хватает. Мы даже на наши фестивали тратим по большому счету больше денег, чем зарабатывает гильдия, несмотря на все благотворительные взносы и все остальное. Что касается... Еще была какая-то мысль, ребенок немножко сбил, сейчас вспомню, что я хотела сказать. Что касается музыкального конкурса, музыкальный конкурс, это на самом деле здорово, и да, можно его запустить отдельно как конкурс гимнов. Мне, честно говоря, кажется, что это немножко ограничит количество возможных участников, потому что в первоначальной версии все-таки людей, которые пишут отдельно тексты для песен, например, или создают готовые песни, их априори немножко больше, чем людей, которые готовы написать гимн. Тем более, что я случаю, что гимн — это очень такая узкоспецифическая вещь, которая требует определенной подготовки, то есть это должны быть люди, которые знают, что такое гимн и как он пишется, чтобы это не была просто песня. И, может быть, имеет смысл подумать, может быть, не как конкурс запустить, может быть, сначала пробный шар запустить, проверить гипотезу и сделать это не как конкурс, а как, ну, просто, скажем так, такая активность, такой флешмоб, кто хочет представить свое музыкальное творчество и среди членов гильдии. Может быть, мы увидим, что таких людей несколько сотен, а то и тысяч, и решим, что, да, нужно под них отдельный конкурс делать. Или мы, наоборот, увидим, что активность не настолько высокая, чтобы делать под них отдельный конкурс. В итоге можно всегда проверить вот такую небольшую гипотезу, то есть не на конкурсной основе, для всех остальных музыкальных произведений сделать, а, например, если экспертный совет по поэзии захочет сделать просто, ну, скажем так, флешмоб, активность, называйте как хотите, марафон можете назвать, чтобы это было нечто, что может объединить музыканта, потому что мы, например, не знаем, сколько людей откликнутся. Вот у нас ноль информации по этому вопросу. Вот, в принципе, у меня по комментариям все, в остальном, конечно, чувствуется такой уже опытный подход Михаила к планхированию деятельности. Меня, честно, каждый раз восхищает, потому что это действительно это большая работа, и это только кажется со стороны, что, ну, как бы советы, советы, ладно, и вроде бы как бы все и легко делается, но на самом деле, когда постоянно общаешься с людьми, понимаешь, насколько это адский, титанический, нисколько неоплачиваемый труд, поэтому я всегда восхищаюсь людьми, которые берут вот такую социальную ответственность на себя и действительно горят своим делом. Поэтому большое спасибо всем, кто сегодня здесь, и на этом я возвращаю микрофончик, мы рады, есть мою речь. Спасибо большое, Таня, да, абсолютно все верно. Ну, я думаю, что вот особенно у Михаила есть опыт, он знает, что мы и ранее предоставляли экспертному совету проведения такого конкурса и в качестве приза давали страницы нашего альманаха. И здесь то же самое мы можем и в первом, и в втором конкурсе выделить там, условно, я сейчас тебе обещаю, мне нужно послушать предложение, но, как я вижу, да, предположим, для победителя три страницы, второе место две страницы, там третье место одна страница. Но для нас это по себестоимости победитель будет, там получается, 200 долларов, значит, там другой, там получается, там 150 долларов, другой там 50 долларов, условно, да, ну, потому что если знать, одна страница, значит, 45 фунтов, значит, вот. Мы готовы, это понимаешь, что мы все равно издаем альманах, они все равно делаются общим краудфандингом и выделить, скажем, шесть страниц, в итоге 12 страниц, значит, ну, да, это тысяча долларов, там, по себестоимости, я думаю, что теоретически мы можем, а люди получат бесплатную публикацию в Лондоне в нашем альманахе. Вот такие вещи, да, я думаю, что снова то, что мы можем дать услугами гильдии, мы готовы это рассмотреть, сделать, и мы, в принципе, это всегда и делали, то есть ничего нового не говорим, просто да, правильное слово тайное, что не нужно каких-то ожиданий, что мы книгу издадим, потому что у нас своей нагрузки хватает или денег дадим, или что-то еще нет, этого мы сделать не можем, у нас нагрузка по нашим основным фестивалям уже сверху крыши, но предоставить стране тем более проектов, которые очень успешные и только развиваются, мы можем, и это тоже возможность быть опубликованным на английском или там русском языке или на двух языках там большой стимул. Я бы хотел бы дать слово Анне Ларри, которая является одним из учредителей гильдии и руководитель нашей фестивалей, чтобы она рассказала еще раз, хотя многие слышали о нашем конкурсе «Голоса друзей», который в этом году претерпел изменения, стал еще лучше, еще интереснее, отошел немножко от чисто онлайн формата, и который мы хотели бы, чтобы члены совета где-то продвигали, двигали и тоже принимали. Анна, пожалуйста. Спасибо большое. Да, у нас проводится наш конкурс уже в четвертый раз «Голоса друзей». Называется одноименно, как и наш фестиваль, как и наш альманах. И в связи с этим у нас появились некоторые изменения по нашему поэтическому конкурсу. В этом году мы не просто опубликуем заявки на сайте, не просто размещаем информацию на фейсбуке, но мы также и издаем непосредственно самих авторов в нашем замечательном альманахе. И для участия как раз таки необходимо оплатить издание, чтобы принять участие в конкурсе. Прием заявок идет до первого марта, и будем рады видеть новые заявки новых участников в проекте. Спасибо большое, Анна. То есть конкурс, который начинался в открытой Евразии еще 12 лет тому назад, продолжается. В этом году, если не ошибаюсь, Анна, 13, да? 13-й конкурс в открытой Евразии, из которых 4 года он проводится под брендом «Голоса друзей». И в этом году все участники конкурса будут опубликованы в альманахе. Уже каждый выбирает, какое количество страниц он хочет опубликовать. То есть там есть лимиты, если не ошибаюсь, до 10 страниц. Можно одну страницу, никто не говорит, что вам нужно платить за 10 страниц, можно опубликовать одну страницу, но опубликация в альманахе обязательно. Потому что снова мы хотим выйти от этого ярма онлайн, 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 онлайн. Я просто захожу, когда в Фейсбук мне прям не очень хочется ходить, потому что там пестриты латинскими, пакистанскими, индийскими, африканскими и всем такие. И все только онлайн. И все очень зыбкого качества. Поэтому я за то, чтобы все-таки мы, тем более у нас замечательные альманахи, замечательные книги, замечательные проекты, чтобы мы еще были и в печатном, и в живом, и в твердом PDF, в британской библиотеке, в американской библиотеке, где угодно. У нас все это есть. А мне же ничего, вы думаете, забраться от колеса, все это существует. Поэтому, пожалуйста, принимайте участие, рекламируйте, продвигайте. Чем больше участников будет в альманахи, тем более качественный будет и конкурс, и альманах. То есть, как я сказал, мы готовы в качестве призов бесплатно для членов гильдии, которые будут принимать участие в конкурсах экспертных советов, тех самых двух конкурсов, которые озвучил Михаил, тоже сделать вот такие вещи, чтобы люди попали туда. То есть, было всегда такое лишь, чтобы люди не платили дополнительно, а участвовали в конкурсах и экспертных советов, чтобы поднять уровень и рейтинг экспертных советов, и в то же время мы получили публикацию в альманахе. Замечательно. Что еще? Ну, понятно, что мы обратимся к экспертному совету в очередной раз. Вот Анна будет с вами на связи за жюри. То есть, нам очень важно будет ваше жюри, когда мы будем собирать материалы, чтобы также отбирать жюри по нашему конкурсу «Голоса друзей». То, что у вас конкурсы внутренние будут. Значит, по Духовецкой я сказал. Ну, и вот то, что уже здесь было озвучено тоже. Сейчас, одну секундочку. Значит, по поводу мелодекламации. В свое время конкурс «Голоса друзей» вообще задумывался как конкурс видеопоэзии. Изначально, когда вот только-только он создавался пять лет тому назад, но как-то не пошло. Сейчас у нас есть в категории кинофестиваля категория буктрейля, которая, в принципе, можно сказать отчасти и есть такая вот видеопоэзия, мелодекламация, вот было бы хорошо, может, экспертный совет тоже подключить Анна в качестве жюри, в качестве рекламы и включить, чтобы люди вот присылали видеоролики, потому что у всех, у всех поэтов есть уже изданные книги. Почему это не может быть бук, трейлер к его поэтической книжке? Просто вначале сделать, как говорится, титул и все. я считаю, идея замечательная, во всем мире она мега популярна, я даже был как-то на фестивале видеопоэзии, где прям много-много роликов, и они были шикарные, значит, вот, я не думаю, что нам нужно изобретать новый конкурс, новый фестиваль, он уже есть, у нас называется Евразийский кинофестиваль, у нас есть категория, буктрейлер, значит, просто, может быть, туда добавить немножко, что и принимаются вот видеорилз, значит, потому что по большому счету это и есть буктрейлеры, значит, и попытаться прорекламировать через экспертный совет, и это тоже, потому что идея-то классная, и она существует много лет, просто ее нужно развивать, значит, что вы думаете, Михаил, может быть, кто-то хочет еще на эту тему какие-то свои комментарии сказать, вот, как-то вернуть идею видео, поэзди снова. Идея видео поэзди, это, конечно же, прекрасно, я об этом как раз и говорю, что песни мелодекламации приветствуются, почему бы нет, и даже можно было бы вот сейчас, вот молитва за мир, что вот конкурс, можно было бы даже и представить именно как видео поэздию на конкурс, в частности, вот, если Ирина Сапир не против, почему бы не представить нашу мелодекламацию, скажем. Она как раз на эту тему. Да. Мы как раз об этом с тобой ее и сделали. Нашу мелодекламацию совместную, которую мы, с ней и стихи наши, и совместное исполнение, и видеоклип, все на уровне, так что вот мы могли бы не только лишь включать непосредственно стихи, но, конечно же, и песни. Конкурс, если мы объявляем молитву за мир, то не исключено, он не обязательно музыкальный, но не исключено, что он может быть и музыкальным. Это, в частности, и песни, и мелодекламации, и, в частности, как сотворчество, не только лишь индивидуального, скажем. Вот для заобразия можно взять нашу с Ириной Сапир мелодекламацию «Молитва поэта». Я думаю, если можно, я тоже добавлю, я думаю, Марат, это замечательная идея, потому что это в каком-то смысле идти в ногу со временем. Люди очень часто жалуются, что молодежь не воспринимает ни стихи, ни тексты, не совсем так, просто они немножко по-другому воспринимают. Молодое поколение привыкло воспринимать тексты не в плоском листе, а в состоянии 3D, то есть у нас есть и видеоряд, какой-то и музыка. И для того, чтобы они читали наши стихи, нам нужно просто идти в ногу со временем, идти им навстречу, если они хотят читать произведения так, значит, мы будем им представлять их так. И к тому же это даёт ещё возможность личной самоотдачи, как бы объёмного представления своих эмоций, ведь стихотворение или прозаический текст это всегда передача эмоций. А если мы научаемся ещё вот каким-то таким способом оформлять это в видео варианте, то мы получаем больше спектра выражать себя. Поэтому это шикарная идея, её тоже нужно развивать как отдельную, может быть, какую-то стезю, может быть, даже отдельный конкурс пустить именно для видео представления своих произведений, потому что не все ещё могут этим. Может быть, даже сделать какой-то поучительный лекционный момент, как это всё создавать. Это тоже можно вставить в спектр наших образовательных научных конференций. Мы, кстати, тоже предложили, если можно, я взяла слово, тоже скажу. Миша большой молодец, что он оживил наши встречи. То есть он делает очень часто встречи, у него распределено обязательно, вот как и Марат перечислял, раз в какое-то время. Я думаю, может быть, нам, ребята, добавить к этим встречам ещё и образовательные некоторые моменты, потому что в гильдии и вообще, в принципе, среди поэтических людей есть очень много людей, которые пишут по наитию. Это здорово, это классно, это, наверное, самое главное. Но как ни крути, без теории далеко не уйдёшь. И когда человек не образован, даже если он талантлив, на его текстах это очень часто видно. Ну, как бы, мы не можем быть только писателями, мы должны быть ещё и читателями, мы должны знать, как это делается. И многие люди приходят из других профессий и уже не имеют возможности поднять какие-то материалы. А если мы будем раз в какое-то время пускать лекционные образовательные программы, готовить какие-то небольшие, коротенькие, теоретические пилюли, давать людям возможность учиться, мы таким образом, может быть, привлечём к себе в гильдию других поэтов, потому что об этом разойдётся какой-то слух. Люди будут говорить, что вот в нашей гильзии обучают, не только какие-то конкурсы делают. Мы привлечём к себе больше людей, и мы дадим людям возможность поднять планку, их творчество, потому что планка в большинстве, ну, как бы сказать, в большом количестве поэтических произведений не так высока, как хотелось бы. Может быть, просто потому, что людям не хватает знаний, а мы можем им их доставить. Ну, вот такая мне идея возникла. Замечательно. Я считаю, что давайте обязательно сделаем как минимум один зум, а может быть, и не один зум, именно образовательство по процессу поддерживают гильдию. Значит, тайна вот хочет сказать тоже что-то. Тайна, пожалуйста. Да, я смотрю с точки зрения эффективности, немножко так, с точки зрения продюсирования всего этого счастья. Я думаю, что самым простым вариантом будет подготовить несколько коротких образовательных роликов. это, я думаю, будет эффективнее, чем каждый раз немножко на зум-встречи выдавать. Здесь у вас хотя бы точно останется запись, и люди, которые захотят к вам, они все равно, они должны будут что-то посмотреть. А зум-встречи оставить как такие периодические либо финальные по курсу, где вы сможете давать обратную связь, может быть, разбирать работы учеников. В принципе, так, как работают любые образовательные программы сегодня. Единственное, что это будет, конечно, не университетская образовательная программа. Если понадобится сделать какой-то электронный сертификат от экспертного совета, вы его можете подготовить, то, пожалуйста, мы не против, да, там, по согласованию с нами, пусть он будет, пусть он существует, что люди прошли какую-то программу. Вы можете сделать не одну программу, а две, три, пять, в зависимости от того, какие направления вас интересуют. Там, например, самый базовый курс по стихосложению. У Михаила вот замечательно по Санетам есть огромное количество материала. Я думаю, что хватит на три университетских программы. Вот, поэтому посмотрите по композиции поэтических сборников. Вот была классная Zoom-встреча. Это отдельная история. И было бы здорово, если бы вы сделали их прям курсом, короткими роликами, не дольше, там, 20-25 минут, иначе у людей так мозг начинает взрываться. И там мы можем сделать такую активность, такой марафон объявить. Если он хорошо пройдет, то, если вы помните, у нас тема этого года это коммерциализация творчества. И вот один из неочевидных путей коммерциализации творчества, почему бы нам, если все хорошо пройдет и все будет классно, и там, например, бесплатный пилот пройдет здорово, почему бы нам потом это не использовать для того, чтобы привлекать какие-то дополнительные инвестиции на проекты, на участие, например, в ваших сборниках и так далее. Мне кажется, это будет здорово. Слушайте, это классная идея. А может быть, сделать какую-то небольшую, действительно, нашу собственную школу, разобрать на темы, а самые главные, всю теоретическую программу и маленькими порциями, вот как Таина сказала, маленькие, конечно, большие курсы люди не выдержат, все занятые, все уже не дети. Какие-то маленькие вот такие программы. Каждый из нас может что-то дать. Каждый из нас может взять какую-то тему, подготовить несколько роликов, взять эту программу, и в конце может быть даже какой-то инфляционный процесс такой символический сделать. Это может быть классная идея. Да, и я думаю, что в этом плане зумы хорошо впишутся, чтобы люди туда приходили уже на конкретных экспертов, на конкретные темы, на конкретные разборы, если им хочется чем-то поделиться. Это как поиграющий тренер. Можно посмотреть на говорящую голову в кружочке в Телеграме, которая что-то рассказывает, а потом прийти и послушать, например, стихи этого эксперта, посмотреть, какой жизненный путь он прошел. Я хочу пополнить тут. Кстати, об этом-то как раз и речь, что вот наш видеоролик, который это и был своего рода общеобразовательной какой-то программой, которую мы вчетвером представили. Я, ты, Вика, Анатолий, что вот это. Каждую своей ипостаси представил фактор творческий. Кто и как, что это самое главное. По всем, как говорится, пунктам мы разложили. Но это такая общеобразовательная действия. Это можно расширить, развить эту самую тему. У меня тоже вот есть ролик о Пушкинском анчаре. Его я могу вот на начало пустить. Он минут на 13-14 где-то как раз и недолго длится. И там, как говорится, плотность информации тоже весьма высокая. Это и видео, ролик. Можно. И также в эти самые моменты, эти общеобразовательные, как вот было у нас и по золотому чрезвычайнику от Полины Лахтиной. Я говорил о сонетах и так далее. Таких примеров немало на тематических конференциях. Вот это как раз и об этом идет речь. О чем я как раз и говорил, что тематические конференции и 3-4 видеоролика в год. Ну, если больше, еще лучше, смотря у кого как, то можно и общие ролики сделать, когда совместно выступаем. Можно и каждый в отдельности представить свои какие-то аспекты, как он видит свой взгляд на творчество. В частности, это и видеопоэзия может быть, это синтез, гармония поэзии с музыкой и так далее, и живописью. В общем, кто-то и рисует, кто-то и пишет стихи, и он сам делает зарисовки, сам как бы оформляет своими же рисунками свои стихи. Таких я знаю немало. Если у нас в Гильдии есть таковые, или не обязательно кто-то один человек, может кто-то есть, кто действительно может красиво рисовать по теме, которая нам представлена, вот это тоже было бы, конечно, здорово. Можно сказать мне? Можно сказать, да? Да, да, да. Не слышно? Да, ага. Я очень рада, чтобы так хорошо, глубоко в теме плаваете профессионалы. у меня есть еще профессия, которая сопровождает всю мою деятельность. Я всегда была редактором, выпускающим. Что это значит? Это значит, что начиная от идеи, от содержания журнала, потом выстраивается производственный цикл, на котором каждый на участке знает, что от него зависит и кому дальше передавать. В конце концов, это выражается в бумаге, журнал выходит, и это реализация идеи. Вот по поводу этого опыта, если его можно применить было, я хотела бы сказать, что только сейчас ведь говорили, тошнит меня от всех этих онлайн, но такова специфика мы разбросаны по миру онлайн, как вы говорите, действительно приходится. Я хотела предложить вам, что если вот эти вот все ваши задумки, вот эти вот школы онлайн, по тематике сделать блоками, 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 а потом реально выразить мастер-классом, мастер-классом на каком-либо фестивале. Это не займет много времени. Это не займет это. Во-первых, это будет реальная живая связь. Вот я сейчас пишу письмо Марату, посмотрел, что пишу письмо, а потом думаю, ну я же могу так сказать. Вот смотрите, реально маленький мастер-класс по всем вашим наработкам онлайн за год, и на этот мастер-класс не только вы сами, но можно ведь и пригласить, пользуясь тем, что в принципе есть еще советская школа и есть еще те, кто помнят Серебряный век и так далее, специалистов-то много, вот пригласить их, здесь не только другое лицо появится, там вот в 30%, да, но здесь еще появится возможность и при помощи этих 30% нас гильдию еще рекламировать, правильно? Сегодня, теперь смотрите, как получается, сегодня мы ее пригласили или его пригласили, а завтра, значит, она начинает нас вовлекать туда, и кто его знает, я не знаю, там по поводу расширения, там и сотрудничества, но у меня получилось так, что сейчас, допустим, у нас просят, придите завтра, стремитесь в нашей рекламе, как гильдия, как наш партнер, слушайте, я приду к параду Ахмаджиану, ой, к параду Асмаиловичу, скажу ему, дайте мне 1000 долларов, нас там рекламу будут делать, он скажет, ну, очень кратно скажет, мило скажет, гуляйте, правда? Вот, а тут за счет того, что мы работаем с ними, вот, поле выхода, поэтому, если вот эти ваши блоки сначала, значит, идут и идут, потом разум какой-то, да, разум какой-то, разум, два-три раза в год и реально живо вывести, как мастер-класс на это. Кто знает, может быть, весь ваш, не пропадет ваш спортный труд, как говорится, может быть, на следующий год из всего этого получится конкурс какой-то. В общем, я за то, чтобы живые итоги были. Спасибо большое, Салтан Змальгана. Снова повторюсь, у нас есть два фестиваля в Кыргызстане и в Казахстане с 23 по 29 июня и с 15 по 18 сентября, где мы экспертному совету готовы выделить бесплатно слот в один час, который либо можно под конкурсы, либо под мастер-класс, либо совместить, но вот эта возможность как раз-таки онлайн без проблем, онлайн можно делать зумы в течение месяца, года, это вообще не вопрос. Онлайн вы назначаете, мы, как и говорили, раз в месяц готовы вам предоставлять наш зум и проводить те или иные встречи или там творческие либо образовательные. Это не проблема, вы это уже делаете, давайте продолжать это делать дальше. А вот живые вот такие мастер-классы, тем более у нас чемпионат в Кыргызстане, он называется Международный чемпионат коучинга и искусства, то вот он идеально вписывается, что если кто-то приедет из экспертного совета либо по рекомендации экспертного совета и проведет этот самый мастер-класс, это будет шикарно. Но это снова от вас будет зависеть от участников экспертного совета, будет ли это человек или нет. Мы, со своей стороны, реклама и площадка готовы дать. Нам это стоит безумных денег, потому что мы, чтобы даже арендовать этот юрточный лагерь, затрачиваем большие деньги, плюс я повезу свою команду туда и так далее. Но внутри мы готовы, если других мы берем 600 фунтов у нас внос спикера, мы готовы для экспертного совета выделить один слот бесплатный, главное, чтобы там на нем что-то происходило. поэтому, пожалуйста, используйте, предлагайте, будь это мастер-класс, будет церемония награждения, будет это творческое выступление, все, что вы посчитаете нужным от экспертного совета, предлагайте, мы готовы рассматривать. И именно возможность презентации сделать бесплатно на наших фестивалях. Помимо онлайн, Zoom, как я повторюсь, он остается открытым. Также хочу сказать, что снова понадобится помощь, и уже сейчас с экспертному совету было бы хорошо задуматься. Если вы помните, мы наш альманах голоса друзей посвящаем тем или иным юбилеям и людям. У нас первый номер был посвящен Вальтеру Скотту, прошлый альманах мы посвящали Пушкину и Рерику, да? Не ошибаюсь, нет, попал отправить мои коллеги. Вот. Пушкин и Рерик были. Пушкин и Рерик. Пушкин и Рерик. Все-все-все верно, да, Пушкин 225-летие и 175-летие Рерика. Вот. Теперь мы снова готовим альманах, которым, я надеюсь, вы все тоже примете участие, неважно, конкурсанты, шлены гильды примут участие. Но мы также хотим традиционно уже в четвертый раз объединить классиков и современников. И вот из классиков давайте вы предлагайте, пожалуйста, экспертный совет, кому мы хотим посвятить. И желаю, чтобы это был не один кандидат, а два-три кандидата, а мы выбрали потом одного или двух, как это было в прошлом году. Будь это Абай, будь это Шота Руставели, будь это, я не знаю, британский, американский, неважно, чтобы это была знаковая личность, желательно, не желательно, обязательно юбилей там на ноль либо на пять заканчивающихся пятилетия или там пятидесятилетия, шестьдесят, семидесяти, неважно, значит, классика узнаваемого, потому что мы же хотим объединить и современников, и классиков. Да, у нас есть живущие современники, наши члены гильдии, они принимают участие, и, соответственно, классики, которых мы делали. Поэтому кто будет, ну, здесь от вас зависит, кого вы предложите, а мы посовещаемся, подумаем и скажем, о, давайте, почему бы не сделать. Я же говорю, мы делали и уже и британскому, и там Брелих, он международный, он вообще жил в Индии, умер в США, там и так далее. Родился в России, но прожил больше, чем в своей жизни. Я читал биографию, 70% своей жизни прожил за пределами России. Значит, значит, Вальтер Скотт это классик британский, мега-классик. 250 лет было Вальтера Скотту. Поэтому давайте, предлагайте, кто будет у нас еще. И, соответственно, вы будете также нам помогать находить эти произведения, где-то переводить эти. Экспертный совет уже по переводу мы обратимся, значит, и это делать. Потому что это вот одна из функций, которые делал экспертный совет уже три года. И, надеюсь, в четвертый раз мы тоже вместе с вами это сможем сделать. У нас здесь была наша коллега, вот я ее не вижу сейчас, она, по-видимому, отключилась, Анна Мартынчик. Хотел вам ее представить. У Анны Мартынчик тоже еще одна идея конкурса. Анна Мартынчик поэтесса, родом из Белоруссии, сейчас, насколько я понимаю, живет в Польше. Большой опыт проведения поэтических конкурсов и фестивалей. И она обратилась к нам с идеей проведения конкурса именно чечецов поэзии в рамках нашего кинофестиваля. Значит, идея замечательная. Готова прилететь на кинофестиваль и провести непосредственно само мероприятие из Польши. Мы приветствуем тоже. С этим проблем нет. Но я бы хотел, чтобы это снова был проект экспертного совета. Поэтому, Михаил, если вы не против, я попрошу ее связаться с вами, чтобы она прислала свой проект конкурса вам. Вы это рассмотрели. В рамках этого... Пожалуйста, да. Пусть пришли. Снова повторюсь, что участие в конкурсе для членов гильдии, потому что у нее там броуд, но мы, конечно, за демократию, но нас демократия интересует в рамках гильдии. Значит, то же самое жюри, она сейчас предлагает жюри полностью нет членов гильдии, мы можем нет членов гильдии, только 30%. Снова, если у нее 30 членов гильдии, безусловно, она какого-то своего замечательного эксперта нет членов гильдии, но все-таки либо она должна будет увеличить жюри, например, она хочет своих троих привезти, которым она доверяет без проблем, тогда должно быть 9 членов жюри, а 6 должны быть из гильдии. Я думаю, в Светлом Совете такое количество мы легко найдем, кто захочет в таком пост принять участие. Поэтому, пожалуйста, вы с ней пообщайтесь, потому что замечательно, когда люди там обращаются к этому, но мы можем это делать только через гильдию, чтобы максимально привлечь членов гильдии, чтобы он был для поддержки вас. Все, что мы делаем в этой гильдии, это для поддержки членов гильдии. В данном случае снова мы готовы этот слот выделить бесплатно на Лондонском кинофестивале, но бесплатно выделить слот, а на самом деле он платный, на самом деле мы арендуем кинозалы и так далее, и чтобы туда пришли нет членов гильдии и выступили, извините за выражение, на халяву используя ресурсы гильдии, это будет как минимум некрасиво, как максимум нечестно. Вы все платите членские взносы, а там придут люди со стороны, выступят в Лондоне, получат сертификаты, им поаплодируют, и у меня возникает вопрос, а зачем это нужно гильдии? У меня нет на это ответа, как у руководителей Стокома. Это может быть, конечно, жестко, грубо, но я за то, чтобы вас двигать как членов жюри, как участников, как лауреатов, как и людей, которые продвигают свое творчество всеми возможными ресурсами, которые есть у гильдии. Ну и все, в принципе, если кто-то хочет, может быть, у Андрея или у кого-то присутствуют какие-то комментарии, идеи, предложения, сейчас вот то самое время к концу нашей встречи озвучить, может быть, какие-то дополнительные идеи или что-то прокомментировать. Вот я вижу, Эльвир, давайте я вас спрошу, значит, кого я вижу по экрану, или вы тоже хотите что-то сказать, добавить. Добрый день, еще раз, да, добавить в общем по всем. Пожалуйста, да, по всему, по отдельности. Я вообще впервые присутствую, впервые, как бы, вот я хотела в сентябре приехать, но это школьное время учебное, и у меня не получилось приехать, потому что детей не с кем было оставить, а со школы не отпускали. Вот, и я впервые сегодня здесь присутствую, мне очень интересно, я поэтесса, ну, как, наверное, от природы, да, там, с детства, вот, но по образованию я еще психолог, и я решила связать все это, то есть я пишу социальную поэзию и масштабирую психологию через поэзию, ну, дабы, чтобы больше, скажем так, помочь людям. Членство в гильдии это очень такой интересный проект, и вот все, что я сегодня слушаю, я прям, ну, восхищена, и я полностью за все, за все поддерживаю, более того, я скажу, что по поводу видео, как это, видео поэзии, да, она сейчас популярна, потому что люди, почему, допустим, я вот пишу поэзию, да, и я ее выпускаю в соцсети, да, то есть, естественно, чтобы это слушалось, нужно еще визуализация, люди любят смотреть, да, и они, конечно, я не создаю роликов, видеороликов каких-то специальных, в основном, это все, что в жизни моей происходит, я и выставляю, да, как говорится, в видео, но это такой очень сильный шаг на развитие, в наше время развитие поэзии, да, потому что на популяризацию, вот так скажем, поэзии, правильно хотела сказать, да, когда люди слышат на слух, на визуализацию, это больше воспринимается, тем самым привлекая больше, больше, и как правило, еще раз поддержу и скажу, что в наше непростое время действительно поэзия, это такой глоток, островок, мира и согласия, поэтому я за все, я прям, я восхищена, я за все, я вот, я сейчас как ученик у вас всему слушаю и учусь, спасибо, спасибо, спасибо большое, я вижу у нас здесь Нурлан от Оксанов, может быть, Нурлан что-то хочет добавить тоже, так, но если комментариев больше нет, мне кажется, мы добавить, если можно, конечно же, конкурс, конкурс чтецов, это замечательно, об этом как раз и говорили, вот Анатолий, вот это одна из наших встреч, вот это, это у нас уже об этом говорилось, умение преподносить себя, умение для того, чтобы, бывает иногда, что не каждый поэт может себя преподносить, он хорошо пишет, что это, вот, очень важно, что когда поэт сам выступает, чтобы он умел бы преподносить свое стихотворение, у него читает монотонно, нету никаких эмоций, об артистизме уже не говорится, вот, но, все-таки, есть поэты и в нас гильдии, которые умеют себя преподносить, вот, в частности, Ирина Сапира, она вот, маленькие видеоролики делает, это фактически, как мелодекламация, под музыку, читает стихи, весьма артистично, представляя видеоряд, да, так что, вот это самое, конкурс чтецов, это просто замечательно, но мы один пункт, да, Марат, один пункт, мы все-таки не рассмотрели из представленных, это приглашение, вот, известных, довольно-таки, личностей, вот, в частности, помните, мы с вами еще тогда говорили, ваш приезд, когда вы были в Тбилиси, ну, вот вы как смотрите, допустим, если пригласить действительно на встречу личности с таким мировым именем, как бы это было бы, вот, к примеру, продюсеров Дип Арбелл или самих музыкантов, и тех, которые вот могли бы, скажем, к примеру, я не говорю, может быть, киноактер, просто вот то, что уже есть, допустим, вот, к примеру, вот, посмотреть такой вот момент, замечательная идея, Михаил, и я ее, и ты помни, это не первый раз озвучивается идея, то есть, я за, давайте привлекать, у меня лично выходов на них нет, поэтому, если у вас есть какие-то контакты, или мы от гильдии можем написать от экспертного совета им приглашение, пригласить, сделать такое участие на нашем, как в зуме или фестивале бесплатно, потому что, к сожалению, сразу определюсь, у нас бюджета нет, у нас все деньги уходят только на администрирование фестивалей и книг, но я за, почему нет, если завтра выяснить, что у кого-то из членов гильдии друг, сосед, родственник, зять, тесть, иметь какой-то связи, сможет убедить эту звезду присоединиться на онлайн, либо физически, я буду в восторге, я буду рад, и мы вот, кстати, обсуждаем сейчас вопрос, по секрету скажу, что у нас у одного из членов гильдии коллега, лауреат Нобелевской премии по литературе в Кенском университете, значит, он его лично знает, и мы сейчас вот будем пытаться его убедить приехать на наш фестиваль в Казахстане, значит, и если это получится, то это будет первый лауреат Нобелевской премии по литературе из живых ныне живущих британцев, который приедет на наш фестиваль и вообще в Казахстан, и вообще в Центральную Азию, значит, 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 поэтому вот, да, вот, ну это снова, денег у нас нет, это только через, 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 через как-то так, значит, и мы приветствуем, если снова, Михаил, вы завтра скажете, вот давайте напишем письмо и пригласим, и он придет, я двумя руками за, хоть завтра, мне очередной зум сделаем, значит, поэтому буду рад. Нурлан, я слышал, что вы подключились. Алло, слышно меня? Да, вас слышим, если вы хотите что-то добавить, прокомментировать, буду рад. А, очень приятно. Да, спасибо большое, было столько много идей, что надо, надо какое-то время, чтобы их переосмыслить, но после того, как вы упомянули Нобелевского лауреата по литературе, нам осталось только написать завещание и сложить все лапки вверх. Я шучу, конечно. Алло, к сожалению, не пропадает связь. Нет, нет, слышно нас. Слышно, да? Вы знаете, я состою в экспертном совете по прозе, а сюда просто пришел, чтобы узнать, чем дышат коллеги по цеху. И вот эту идею Михаила Ананова о создании гимна я горячо приветствую, только что будет впереди у нас, яйцо или курица, музыка или слова, вот на это надо подумать, может быть, есть какая-то хорошая музыка и под нее написать стихи или же наоборот буду сначала гимн, а потом будет музыка. Потому что на самом деле Михаил прав, потому что вот этот гимн, он может многое сплотить, скоординировать. Если дать кораблю хорошее название, еще и гимн, он поплывет очень хорошо. Поэтому. И еще хотел небольшой организационный вопрос именно к вам, Марат. Вот нас трое в совете, Елена Асланян, я и Наркучкар. Но, к сожалению, Наркучкара мы не можем найти. Вы не могли бы использовать свои организационные какие-то возможности, чтобы выйти с ним на связь, иначе завтра у нас будет только двое на совете. И то неплохо. Спасибо. Я все. Мне кажется, Марат Смилович отключился. Анна, наверное, нужно будет нам с вами решить вопрос, да? Хорошо. Спасибо большое за поддержку. Наверное, вы выбрали связь. Потому что завтра мы будем тоже держать ответ. Спасибо. Спасибо, спасибо. Ну, наверное, если Марат Смилович отключился, я думаю, что мы, в принципе, по большей части многое уже обсудили, к многому уже пришли. Да, уже знаем, в каком направлении нам двигаться дальше. Вот, так что поезд уже запущен. И, как сказать, надеюсь, что пройдет все замечательно, все хорошо. Будем оставаться, думаю, на связи и решать в дальнейшем наши проекты. Если никаких дополнений у кого нету, да? Все? Да. Ну, как всегда, да. Все, тогда прошу вас, потому что нашли время. Всем замечательных дней. До связи. обращайтесь, поможем. Это доброе время. Хорошо, спасибо большое. Всего вам доброго. Доброго.